Всем привет! В этом видео я расскажу о трех простых способах, как можно поменять цвет любого предмета в Photoshop. Для начала создадим дубликат нашего слоя. Теперь выберем инструмент для выделения объектов и выделим наш объект. Далее необходимо расширить границы выделения. Для этого переходим во вкладку «Выделение» — «Модификация расширить». Расширяем наше выделение на один пиксель и нажимаем на комбинацию клавиш Ctrl или Command плюс J для копирования выделенной области на новый слой. Создаем новый корректирующий слой «Цветовой тон насыщенность». Щелкаем на указатель и пипеткой выбираем тот цвет, который нужно изменить. Меняем на свое усмотрение параметры цвета, насыщенности и яркости. Для того, чтобы покраска была равномерной по всему объекту, немного раздвигаем ползунки на спектре цветов, пока не достигнем необходимого результата. На фон пока внимания не обращаем. Для того, чтобы наш корректирующий слой применился только к выбранному объекту, создаем обтравочную маску. Теперь изменение цвета применяется лишь на нижний слой с вырезанным объектом. По желанию можно менять цвет на абсолютно любой из всего спектра. Для второго способа повторяем все начальные операции. Создаем копию слоя, выделяем и вырезаем объект. Выделять объект вы можете любым удобным для вас способом. На конечный результат это не повлияет. Переходим во вкладку изображения, коррекция, заменить цвет. Пипеткой со знаком плюс щелкаем по всем участкам предмета, пока он не будет полностью выделен белым. Настраиваем цветовый тон, насыщенность и яркость по своему вкусу. Как видите, способ довольно простой, но чрезвычайно эффективный. Для третьего способа также создаем копию слоя, выделяем и вырезаем объект. Выбираем кисть замена цвета и выставляем те же настройки, что у меня. Выбираем желаемый цвет и начинаем полностью прокрашивать наш объект. Советую не выходить плюсиком за границей объекта и прокрашивать его разом за один проход. Вы можете применять сразу несколько способов для достижения лучшего результата, или если хотите поменять цвет сразу у нескольких объектов на одном фото. А на этом сегодня все. Буду благодарен, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. А также пишите в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть следующее видео. Впереди еще много интересного.